Приветствую, уважаемые зрители! 23 января 2024 года сегодня Геннадий Гудков, мой собеседник. Геннадий Владимирович, здравствуйте! Да, я приветствую вас и приветствую всех, кто с нами сейчас в эфире. Традиционно на початку я подякую Силам обороны Украины, за то, чем я могу сделать это интервью. И о Кремах хочу подяковать и Силам ППО за тю нич. Об эту ночь я расскажу чуть подробнее. Пять человек погибли, еще по меньшей мере сорок пострадали в результате утренней ракетной атаки России по Украине по состоянию на девять утра. Значит, в Киеве пострадали восемнадцать человек, в Харькове число раненых достигло тридцати восьми. Я покажу, как выглядит один из домов в Харькове. Вот так. Я увеличу сейчас, чтобы было понятно. Вот такой котлован образовался во двое дома. Если приблизить, то можно увидеть вот так выглядит жилой дом, из которого выводили окровавленных людей. И просто я хочу, чтобы весь мир видел, по каким якобы военным объектам работает Российская Федерация. Спасатели сейчас проводят эвакуацию людей из жилого дома в Святошинском районе в Киеве, поскольку в квартире обнаружили боевую часть неразорвавшейся ракеты. Я надеюсь, что ее удастся спокойно извлечь из жилого дома. Всего за ночь зафиксировано сорок одно средство воздушного нападения противника. Большинство выпущенных ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории. Геннадий Владимирович, мы говорили с вами после прошлых массированных обстрелов. Ну, надо заметить, да, что количество ракет становится меньше. Этой ночью не использованы были шахеды, как это было в предыдущей массированной, когда сначала запускается большое количество шахедов, потом сотни ракет. Сейчас ракет все меньше. С чем связываете вы уменьшение количества? Может, и как долго еще есть такой ракетный потенциал у Путина обстреливать Украину? Ну, он уменьшается, этот ракетный потенциал. И давайте уж там говорить по-честному, что вот С-300 это вообще ракета ПВО. Она создавалась, предназначалась не как ударные ракеты, а как ракета ПВО страны. Ну, так называемые ПВО страны. То есть, это как бы какая-то стратегическая противовоздушная оборона. Большая мощная ракета, которая летит далеко. Она мощная по взрывчатке. Она создает огромное облако осколков и быстро летящих всяких предметов. И вот это облако разрушает там любую цель, которая движется навстречу. Поэтому то, что там в России применяет С-300, это понятно, что это не ударные ракеты. Они их переделывают, там меняют программу и так далее. То есть, это говорит о том, что других ракет они просто не успевают производить. Достаточно, как они считают, количество. И таким образом мы можем говорить о том, что военно-промышленный комплекс, конечно, мобилизованно работает. Но ввиду все-таки эффективности определенных санкций комплектующих не хватает. Это следует признать. Ну, там и по авиации не хватает, и по ракетной технике не хватает. По многим другим параметрам комплектующих не хватает. Они, конечно, пытаются это восполнить. У них что-то получается, что-то не получается. Но в целом потенциал ракетной снизится. Это не может, конечно, никого успокаивать. Там же одна попавшая ракета в дом приводит к большим жертвам, потерям и так далее, и тому подобное. Ну, я хочу сказать не об этом. Как бы, так сказать, в удел военных специалистов анализировать там запасы ракет, их точность, цельность, дальность, мощность и прочее. У меня вопрос другой. Вот мы видим, что Россия и государство террористы. А почему-то эти процессы признания России там спонсором терроризма, признания политического руководства России военными преступниками. Почему-то эти процессы затормозились. И наоборот, кто пустил Лаврова в Нью-Йорк? Вот как вот можно посадить с собой за столом военного преступника, который там использовал трибуну для глумления. Надо с драным смыслом, над фактами и так далее. Вот кому в голову пришло пустить этого военного преступника на заседание Совета Безопасности, Мирового Совета Безопасности. То есть те люди, которые ответственны в разрушении всей конфигурации безопасности на планете, вернее, те люди, которые, так сказать, ну да, они же сидят в том совете, который признан как раз решать противоположные задачи, то есть снять проблемы войны. Вот отлично-то. Пусти козла в огород. Иван Иванович, а чего, на ваш взгляд, почему с Лавровым вместе не приехали еминские хуситы, не знаю, Хезбалла, те, кто устраивали теракты в секторе ГАЗа 8 октября? Ну, это же одни и те же преступники, военные преступники. Конечно. Не, ну надо было еще Иран пригласить, и там дать полную трибуну смыслов, прям Совет Безопасности. И что можно сказать? Что вот, я бы, например, визу Лаврову не дал. Нехрен ему там делал. Пусть сидит в Северной Корее, и это ему там самое место. Он же хуже, сейчас уже Риббентроп. Ну, я думаю, вы согласитесь, ему самое место в Гаге? Ну, пока Гаги нет, значит, ему вот место в Севере, так сказать, между Москвой и Пхеньяном. Больше нигде места не должно быть. Поэтому вот здесь опять-таки двойные, как бы, так сказать, стандарты. И почему-то прекратилось политическое признание России страной, ведущим кровавую войну, террористическими методами. Вот где? Ну, вот признали, признали, и дальше чего? А дальше плевать они хотели. Может, кто-то думал, что Путину будет стыдно, и ему не будет стыдно. У него атрофировалось это чувство, давно причем. Вот поэтому, ну, вот эти вот стандарты, и приезжает Лавров, начинает всех учить. И начинает нести всякое количество к трибуну ООН. Девальвируется вообще вся эта трибуна ООН. Вообще вся ООН девальвируется. Я уж там не говорю, ладно, а вы говорите там что? А почему, ну, хусит и не хусит, они все получают поддержку. А посмотрите, у него всякие идут демонстрации. Посмотрите, идут там всякие митинги в поддержку Хамаса. В поддержку там джихада. Ну, да, вот в Европе идут. Да, вот в самых-самых передовых странах. В университетах отмороженные люди, так сказать, там, не могут два слова сказать. Когда им говорят, ну, вы осуждаете, не осуждаете вы. А мы вот такие вот, нужна свобода Палестине. А зачем ей свобода нужна? Ну, дали свободу. В 2005 году Хамасу позволили взять там власть, путем выборов, кстати говоря. Управляли они там 20 лет. Ну, управлялись. Ну, так и Путин. 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 О том, что в России происходит, хочу вас спросить. На выходных во многих городах России и за рубежья выстроились очереди из желающих поставить подпись за выдвижение политика Бориса Надеждина к кандидатам в президенты России. Надеждин баллотируется от непарламентской партии и гражданской инициативы. Выдвижение политика вызвало споры в российской оппозиции. Геннадий Владимирович, вы какой позиции придерживаетесь и почему? Ну, позиция моя очень простая. Выборов в России нет, они преступны. Она очень простая. Борис Надеждин, я его хорошо знаю. У нас прекрасные отношения. Мы были близкими товарищами. Яркий, очень умный парень. Он человек. Разносторонний, одаренный и так далее. Много можно пить. Но он сейчас, понимаете, как бы на безрыве рак рыбы. И вот то, что люди вышли к его штабам и к этому, я, кстати, Юра тоже призвал помочь ему сборить подписей. Это они вышли не подписи отдать свои. Это они вышли показать свое отношение к путинизму и к войне. Это такая безопасная, допустимая форма массового протеста. Вот, к сожалению, в концлагере так. Очередь куда-то может быть уже знаком протеста. И в этом смысле надо это сделать. Понятно, что власть не будет меняться в России политическим путем. Власть будет меняться в России силовым путем. Ну, либо он сдохнет. Никто не спрашивает, кто. Вот. Поэтому вот здесь вот совершенно очевидно, что это не тот... Не то событие, не тот процесс, который приведет к военной власти. Но то, что люди встали в очередь, это антипутинский протест. Считайте, что они вышли на улицу. С антипутинскими, с антивоенными лозунгами. Не считаете ли вы, что это такой способ политтехнологов Кремля немножко дать выпустить пар? Наоборот. Наоборот, они этого не ожидали. Да никто не ожидал. Никто не ожидал, что станут очереди по всей стране. И понимаете, ведь в чем тут? Тут важна картинка. мы живем в мире сегодня картинок и лозунгов вот эта картинка что люди встали в очереди к человеку которого мало-мальски является путинским оппонентом хотя бы мало-мальски и стоит очередь поэтому я написал вчера в своем твиттере что Путин проиграл бы любые выборы вернее любой более-менее приличной честной кандидатуры Путина нет никакого реального рейнга реальной поддержки он проиграет любые выборы если они будут организованы честно проиграет любые выборы любому приличному кандидату абсолютно то есть настолько же обрыдал народу настолько нам оточертел что люди даже понимают что Борис Надежда там связан по рукам-ногам и не будет там ничего серьезного говорить и критиковать они все равно стали в очереди чтобы показать соотношение к кандидатам вы думаете что это вот люди которые почти они верят что Борис Надежда победит и власть сменится таким путем нет это определенная протестная акция вот считайте это рассматривать как протестная акция к чему мы и призываем людей стать в очереди к штабам Бориса Надежда а почему на мой взгляд мнения оппозиции разделились кто-то вот как вы или как Ходорковский призывает поддержать а есть те кто считает что нет и это не рекомендует и говорит что это даже вредно всегда есть более радикальные взгляды менее радикальные взгляды всегда есть все равно это нормально если есть разные мнения хуже когда на одно у нас вот есть мнение в противоположном лагере одно и мы видим к чему это все приводит перенесемся за океан по мнению Белого дома боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты поэтому Конгресс должен ускориться с принятием решения по поддержке Украины сообщает координатор Совета Амсбезопасности Белого дома Джон Кирби глава офиса президента Андрей Ермак сказал на сегодняшний день у нас есть полная поддержка обеих партий Конгресса подчеркиваю что я в Вашингтоне встречался со спикером Палаты представителей затем эти встречи мы провели вместе с президентом Зеленским мы вернулись с положительными ощущениями у нас нет ощущения что как-то изменилась поддержка США в отношении Украины но безусловно США уже вступили в период президентских выборов они имеют свое внутреннее явление но отношение к нам не изменилось и мне кажется что очень высок по-прежнему уровень поддержки от них Конец цитаты Геннадий Владимирович вопрос финансовой и военной помощи от Соединенных Штатов стоит остро вот этот пакет 61 миллиард долларов США Украина перестала получать помощь от США еще в декабре прошлого года а уже заканчивается январь как думаете все-таки когда мы увидим следующие пакеты помощи ну я надеюсь что быстро потому что не только руководство Украины побывало в Соединенных Штатах Америки но в Соединенных Штатах Америки побывала серьезная большая делегация Европейского Союза там помимо обращений и просьб был поставлен очень острый вопрос ребята вы либо что-то делаете либо тогда не просите Европу о помощи когда у вас не дай бог будет проблема где-нибудь там в районе Китая и так далее и тому подобное и это довольно таки было жестко высказано почему потому что Европа ну как бы так сказать если верить аналитикам ей необходимо там какое-то время для того чтобы запустить оборонный комплекс и она может там в этом смысле замещать Соединенные Штаты Америки их помощь уже собственными так сказать системами вооружения поэтому вот давление на Соединенные Штаты Америки оказывается и обработкой скажем так и стабильшмента американского оказывается не только со стороны Украины но и со стороны Европейского Союза это впервые вот так как утверждает аналитик впервые так довольно жестко безапелляционно был поставлен вопрос вам нужна наша поддержка окажите сейчас свою Украину тогда вы поддержите тогда вы получите нашу поддержку или вот мы тоже будем там тянуть кота за хвост когда вам нужно будет когда вам потребуется поддержка Европы это вот такое серьезное действие и там была встреча в первую очередь европейская делегация с меспубликанской партией которая ставит там палки в колеса и им тоже было сказано что хватит там играть в песочнице внутренние так сказать игры давайте мы решим один вопрос важный важнейший потому что потом у вас будет важнейший вопрос связанный с Тихим океаном и Тихоокеанским регионом и тут вам точно потребуется помощь Европы ну вот я надеюсь что после таких серьезных действий вопрос будет решен американцы не могут позволить себе потерять надежность и оперативность самого важного главного союзника это Европа в Британию точнее позицию Британии хочу с вами обсудить посол Британии в Украине Мартин Харрис ответил есть ли у Украины разрешение Лондона бить по России британским оружием по его словам Великобритания готова к тому что ее оружие будет составляющей поражения России в то же время он отметил что сейчас применение британского оружия более ориентировано на оккупированной территории прежде всего на Крым и на уточнение что Харрис не отрицает возможность использовать оружие Британии на территории России посол ответил что это прежде всего стратегия Украины дипломатично Харрис ответил но тем не менее как помните вы не сказали нет Милорд вы не сказали да значит Харрис не сказал нет что Британия запрещает использовать британское оружие по территории Российской Федерации и хотелось бы от Соединенных Штатов получить а помощь и б разрешение бить по военным базам по аэродромам чтобы вот такие ракетные обстрелы как этой ночью не повторялись ну или как минимум были максимально сложными для выполнения конечно конечно нет но это все понимают тут-то как никаких разногласий нет конечно все понимают что если не будут нанесены поражающие удары по инфраструктуре военной откуда вот это все летит взлетает и убивает то и все будет продолжаться бесконечное время конечно будут такие согласования осуществлены согласование осуществляется разрешение дается вот поэтому да я думаю что да конечно все понимают что без поражения объектов в глубоком тылу военных военной инфраструктуры добиться перелома невозможно думаете в этом году Соединенные Штаты дадут добро на работу да я думаю что они уже дали если они заявляют понимаете Британия как правило синхронизирует и Британия и Соединенные Штаты Америки как правило синхронизирует свою позицию вот исторический опыт такой есть особые отношения же не даром существуют особые отношения понятно что Британия дала Америке ну не только язык но и особые отношения культуры и так далее там много поэтому конечно вот эта синхронизация шагов Британии и Соединенных Штатов Америки она имеет место быть на протяжении длительных периодов истории я думаю что и здесь так будет Британия же сказала ну ребят то вы сами выбирайте это ваша стратегия а что еще нужно сказать Британия же не может сказать бейте по Москве не может но это ваша стратегия поэтому вот оставляется как бы так сказать на решение украинского политического руководства вопрос военного руководства продолжая тему США и Великобритании эти две страны нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене в понедельник это стала очередной атакой йеменских боевиков за чуть более чем 10 дней сообщает CNN со ссылкой на представителей оборонного ведомства США и по слову представителя США и Великобритании нанесли удары по менее чем 10 объектам как будет развиваться на ваш взгляд ситуация в Красном море я не подстрекатель но я бы там еще и сухопутную операцию провел я понимаю что удары с воздуха безопаснее не приводит к потере личного состава но извиняюсь так сказать за такую наглость и наказать надо вот то есть вы же вот просто поймите что по большому счету Соединенных Штатов Америки объявлена война каким-то сраными хуситами это факт да Япония напала на американские корабли в Перл-Харбор получила войну а тут хуситы нападают на боевые корабли Соединенных Штатов Америки нужно ударить да еще кичат с этим ну и что Соединенные Штаты Америки сейчас имеют право и на наземные операции как вот Хамас сейчас перемалывает этих боевиков говорят что еще много осталось в Хамасовских Израиле перемалывает так я думаю что Соединенные Штаты Америки с Британией придется навести там порядок и вовсе не резолюциями ООН а реальной силы чтобы неповадно было мы пишем интервью а я просто одним глазом извините подсматриваю вижу что в Харькове уже четверо погибших и 42 ранены в результате ночной атаки вот сейчас поставить вопрос на Совете Безопасности там не важно где с предсоюзниками о проложении признания может же международный суд обвинить в военных преступлениях российского руководства выдать ордер на их арест ну почему нет вот я никак не могу понять вот депортирные дети Путин получает в ордер международного уголовного суда а чудовищные военные преступления с гибелью людей удары по жилым кварталам то же самое выпишите ордера на Шойгу на Герасима на генералов на Лаврова на этого значит военного преступника и так далее выпишите там ордера там на 40-50 человек отделите военных преступников от тех от тех кто еще ими не успел стать потом честно говоря сейчас нужно массовый индивидуальный санкций я вот езжу по Европе оказывается тут полно путинских чинуш и тех людей которые поддерживали его еще совсем недавно живет в Европе с семьями с капиталами с вилами особняками я тут приехал в гости на Юг Франции мне тут войдет и говорит это вилла такого-то это вилла такого-то это вилла такого-то это яхта такого-то живут ничего то есть там вот эти индивидуальные санкции там 200 человек или сколько там 250 это вообще ни о чем вообще ни о чем то есть от санкций страдают те кто не причастен да миллион россиян страдает от санкций которые против Путина и против войны а те люди которые имеют большие капиталы наворованные в России поддержаны Путина и являются частью его системы тихонько спокойненько уверенно в себе живут в Европе в Германии во Франции в Британии в других странах менее так сказать заметных ничего никто их не трогает сейчас буду французских властей знакомить с жизнью одного очень известного человека напрямую связано с чеченскими бандитами государственные бандиты вообще не испытывают никаких проблем парень все у них хорошо у обычных россиян которые шпыняют гоняют все не очень хорошо а у них все отлично а он там был во всех тусовках этих кремнерских выполнял все поручения заданий Кадырова Делимханова и прочее 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 все у него отлично все прекрасно и деньги есть и жилье есть и счета есть и возможность ездить путешествовать все хорошо поэтому когда мы говорим о санкциях нужно индивидуальные санкции увеличивать в разы в разы на порядок увеличивать чтобы прочувствовали и не россиян простых гонять по всей Европе а гонять вот тех кто прочно является частью путинской системы ну Геннадий Владимирович я бы придерживался позиции что гонять всех кто поддерживает политику Путина независимо от толщины кошелька гонять всех кто поддерживает Путина согласен с вами так гоняет всех вот просто всех а дальше никаких знаков ни припинаний ни дополнений получается что в основном гоняет те кто против Путина таких большинство сейчас в миграции и против войны вот их больше всего гоняет мы в момент записи этого интервью вот сейчас еще в Днепропетровской области в эти минуты ракетная угроза пишет воздушная сила вооруженных сил Украины я надеюсь что угроза лишь останется угрозой и ракеты не долетят да на это надеется но конечно вот меры принимать надо да вы правы Геннадий Владимирович спасибо вам большое за это интервью спасибо и до встречи спасибо Субтитры сделал DimaTorzok